Господи Божий наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которых Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыку и над делами рук Твоих, все положил под ноги его – овец и волов всех, также и полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Божий наш, как величественно имя Твое по всей земле! Вот просто чудесный псалом, ну, восторг, восторг. Здесь он перечисляет некоторые человеческие права, свободы, временности, и, с другой стороны, власть, поскольку на самом деле всем мы обладаем, и над всем мы вроде хозяева. Но здесь восторг о Боге. Как величественно имя Твое! Как Ты велик Господь! Как Ты прекрасно сотворил этот мир! Слушай, вот это на самом деле величественное состояние, когда человек может видеть в окружающем мире красоту, гармонию, и, кроме этого, рассматривание видеть и Творца. И восхищаться, восхищаться. Кто есть человек, что Ты посещаешь его? Это уже не просто такая аморфная картинка человечества, а именно я, как говорил наш классик, тварь дрожащая или право имею. А Бог посещает. А Бог меня возлюбил так, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. А как Ты дал в мои человеческие такие ограниченные возможности способность умом громам повелеваю, а телом в прахе и сливаю. Я червь, я царь, я раб, я Бог. Вот перед лицом этого бесконечного Бога в пространстве света необъятном наблюдать, размышлять, совершается вот эта тайна, которая здесь, он говорит, Господи, Може наш, как величественно имя Твое по всей земле, наш Бог, твой Бог. И это, мне кажется, самое великое откровение, что я могу разговаривать с Богом, восхищаясь Его величием. Субтитры создавал DimaTorzok